здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галена конышева этот фильм исследования сталинграда наконец-то мы этим летом смогли посетить сталинград да ненадолго всего несколько дней всего две ночи три дня но тем не менее главное зачем мы приехали мы сделали но вначале хочу поблагодарить всех кто поддерживает мой канал кто мне помогал с камерой вот я в волгограде с новой камерой благодарю ларису александровну бы игорь васильевича и ингу темерлановну александра вячеславовича с марину павловна г за постоянную поддержку канала марина павловна еще хочу сказать что смотрите за подпиской потому что у меня youtube заморозил число подписчиков то есть цифра показывает что около двух тысяч месяцев подписывает общая цифра стоит на вот как она стоит уже два месяца одна и та же 64 тысячи подписчиков так что сама посмотрите возможно вас отписали от моего канала просто проверьте и так я продолжаю была стояла страшная жара тем не менее мы исследовали город ну и конечно уже привычным взглядом уже опытным взглядом я вам покажу где засыпы и завалы в общем-то город также заливался глиной сверху как и другие города как дезактивация ядерных отходов и погибших людей это моя версия я ее продвигаю на канале уже несколько лет и пока я нахожу только подтверждение версии ориентировочно это произошло в 1860 году и довольно быстро и одномоментно может быть это шло месяц может быть два города заливали жидкой глиной но не было прекращение потому что глина которую сейчас копают она однородная значит не было никаких перерывов в этом залить и жидкой глиной которая потом должна была отстаиваться и только потом можно было заселять людей но сначала восстанавливать город а только потом уже потихонечку заселять это все скрыто из нашей истории просто вычеркнуто его вообще как бы нет но тем не менее следы этих метровых слоев глины в каждом городе есть и они именно сверху никто ниоткуда не привозил глину она неким образом возможно с помощью третьей силы заливал города сверху и тому на моем канале уже много множество фильмов подтверждение этому причем в разных областях и в крыму и в севастополе и в москве и вот все вы и в сталинграде сейчас в этом фильме сегодня убедимся потому что фильм он такой обзорные мы приехали в город и я его наблюдаю да нам встретилась интересная женщина мы посетили валентину ануфриевну чумаченко ветерана войны который сейчас 97 лет 98 лет ей и нам просто повезло вот с этой встречи на моем канале тоже есть все эти фильмы но а этот фильм посвящен именно городу и довольно много интересных наблюдений потому что следующий фильм будет это будет продолжение и я буду говорить и о том самом канале который я нашла допотопный канал и о царицинской заградительной так называемой линии которая никакая не заградительная а является древним допотопным газопроводом я это буду доказывать но в этом фильме именно о городе речь идет сделали в таком советском стиле это очень приятно да прям залезает все спасибо андрюша показал нам спасибо на здоровье уже первое допотопыше это старые дома вот это вот 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 стану что за втором году созданный муниципальный молодежный музыкальный театр здесь на стоит на старых фундаментах даже если ты все было разрушено во время войны до этого был еще старый город но мощные зато поставили вот попробуй как это вот разрушить тоже не разрушишь и мощные камни на вся набережная таких сделано это уже советский период восстановления прям большой театр почти а он есть театр дописан музыкальный театр он восстановился старинный вещь старинный как старинный со второй год кстати дорогие друзья подписчики я снимаю впервые на новую на новую камеру так что скажите как вам вот в процессе ходьбы вот это у нас волга так вот там у нас немцы туда не дошли да не вот здесь вот где-то были здесь бои шли да получается вот я их вижу те пускай не сталинки но в тоже в таком старом стиле уверена что там есть старые фундаменты я просто чувствую и вот еще из зелени выглядывает такой же дом довольно высоко если это все так же знает заливалась я предполагаю что здесь также заливалась сверху там очень глубоко там прям развалина какие-то я моё 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 здания раритетный советский столб на высоченное высоченное место вот это здание мне кажется интересует вот будет ли у нас время его посмотреть даже не знаю такой обзор просто бегаю по волгограду ну вот похоже что так же так же все сверху где где-нибудь верхнюю часть засыпали но это девятнадцатый век очень символичный памятник женщина под бомбами и дети прям мороз похоже такого памятника бедный город его просто убивали на один раз вот старый дом наверное все это восстанавливалось после войны но он реально старый вот они такие же кварталы сталинские позже пристроенные трубы изначально видимо дома не предполагалось отапливать трубы пристроены позже но естественно и после войны само собой останавливались эти дома квартал очень похожий на московский в том числе сталинская застройка резко к реке идет уровень лестница перекрыта к набережной они советские еще хоть бы их оставили отремонтировали все-таки раритет вот небольшой спуск вниз сталинки стоят стоят на старых фундаментах потому что город уже был построен город уже был построен да это все было разрушено во время войны город был практически весь разрушен но подвал это оставались которые были засыпаны еще до этого в 19 веке цокольные этажи так называемые первые этажи домов первые вторые плюс под нами очень большая высота еще до реки огромная высота до материковой плиты огромная высота так что здесь должны быть подземные тоннели ходы переходы это то что видно по внешнему виду города вот просто обзорная легкая улица чуйкова поливалка но похоже она не работает же не хватает воды дата поля просто огромный это не только судя по листьям что они у глаз как кленовые листья все равно ты видишь я не знаю что такое а это не тополь да но хотя по цвету коры и его растет похоже именно на тополь так надо бы восстановить эту поливалку потому что не хватает воды видно прям не хватает деревьям они сгибаются там же все это есть надо просто восстановить надо просто может быть заменить эти трубы которые засорились целая система поливали на вот она есть все же было предусмотрено уже советскими людьми что это все делалось любое с умом надо потопных фундаментах ну ну и до новых их тоже не знаю надо проверить что у них там внизу рыли ли им фундамент или они тоже стоят на старых стенах на старых суд я уже вижу отсюда что на старых вон они там окна есть у нас для поток они стоят на разваленных войну военные военные вот они да вон они уже окна земле все как положено пойдем в дом пойдем 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 причем он стоит полностью на засыпанном дома потому что вдоль всего естественно никто никакие котлованы не рыл вот типичные для потопные стены первые и воронам тоже жарко да так какой-то здесь музей если зайти с набережной со столинские дворы здесь уровень откопа здесь засыпал дворы широкий как везде и в москве в том числе ну вот они тюрьме и там окна вот здесь уже делали дороги выравнивали к набережной сами дворы засыпаны да этот дом этот дом современный но он тоже может стоять на старых фундаментах вот уровень земли то здесь ничего не откапывали только дороги и очень уютные дворы как положено все для людей все продумано современный дом который стоит на старых фундаментах пристроен к сталинке это более раннее восстановление дома после войны это более позднее по всей видимости делали переход а засып был еще раньше в 19 веке то есть основание вот этих домов они более старые если верх этот был разрушен во время войны до войны настроен разрушен и опять настроен вот как-то так в принципе типичный сталинградский двор так это улица чуйкова 39 вот во дворе засып и он идет прям туда на набережную туда вниз 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 к реке все как положено вот отсюда вытекает и туда так если это сверху заливалась растекалась вот идет к реке вниз так мы шли знакомились городом встретились с ларисой дмитриевны чумаченко я уже сняла эти фильмы пришли в гости а я продолжаю дальше наше знакомство в этот же день о волгограду это как он объект называется это панорама сталинградской битвы а так это панорама сталинградской битвы подошли к объектам которые оставили в городе именно со времен войны так как они были вот разрушены вот таким образом эти старые дома до революционные звук я убираю потому что там шла работать там сверлили что-то и записывать голос было невозможно вот я просто рассматриваю и мы видим этот откоп конкретный дом допотопный называет его почему-то мельницы на мельницу совершенно не похож это такое больше даже административное здание ли возможно здание какого-то завода когда-то было вот труба у него тут есть почему-то мельницы не знаю труба стоит отдельно по всей видимости там под землей есть еще помещение они соединяются каким-то образом вместе это вот первый кой объект вот опять труба неизвестно если там сажа возможно что это было по другой системе воздуховод какие-нибудь лопасти стояли аккумуляторы за счет тяги вырабатывалась энергия очень похоже на такую же трубу как в нижнем новгороде только это более мощная до революционный дом однозначно и закупаешь так еще немного другого ракурса да это дом допотопные могу сказать стена однородного кирпича уходит в землю закупом вот эту эту часть немножечко откопали для мемориала оставили вот железо как его долбали какие крепкие стены выдержали очень многие дома выдержали стены вот настолько не крепкий но это город был допотопный он выдержал по всей видимости ядерную бомбежку какие-то части стен выдержали очень крепкое строительство я не знаю современные дома вот они способны выдержать такие удары это какие-то металлические части предыдущих креплений но родных может быть крепление может быть еще чего-то все-таки я подозреваю что это не мельница не знаю почему мельницы называют так вот она напоминает вид административного промышленного здания какой-то фабрики и следы от пули от расстрелов дома оборонялись защищались стояли насмерть наши солдаты здесь это во-первых девочки изуродовали уже да она и такие то есть вот это точная копия а там уже вот эта копия только у мельницы вот они уже водят она даже не похожа даже они уже вводят заблуждение как роботы людей ходил с квадратной рожей вот такие вот чудные там вот это похоже когда-то здесь шоу бой да очень наглядно чтобы помнили внутри здания очень мощные перекрытия бетонные бетон кстати до революция был и раньше он был он очень крепкий даже не железобетон хотя вот здесь железные стяжки есть металлические очень мощное здание представляете если вот все города вот так вот стояли сейчас конечно в москве подобные красно кирпичные дома их стараются уничтожить и построить стекляшки но разве что то сравнится с такой мощью кирпичных стен настоящей кладки но и конечно конечно обидно то что уже вот этот знаменитый фонтан он конечно выглядит не очень хорошо не так тщательно его сделали должны были сделать более тщательно уже схал но и опять таки откуда крокодил в сталинграде да так вот вопрос на засыпку вкус на засыпку был квартал район целый вот так они стояли эти дома так стена это новодел сам дом установлен на старых фундаментах сейчас мы к нему подойдем вот так они стояли по красным лимене это до потопыша мы направляемся к дому павлова знаменитый дом павлова да он восстановлен но сейчас посмотрим его он очень интересный он до потопыш конкретный 3 батальон 42 гвардейского полка 13 гвардейской дивизии под командованием капитана жукова алексея ефимовича там боевал там боевал я не фотографирую я снимаю внимание когда машина по улице там нужны другие названия написаны вот эти вот надписи то военные знаешь да как назывались улицы допустим когда мы что там красно-питерская ничего что это обе нашли в этом доме жил даже герой советского союза сколько герой советского союза для рябов василий терентьевич плякин александр васильевич жил в этом доме павлова так ну это новодельная стена мне кажется новодельная стена построена комсомольцами и молодежи города герой волгограда честь 40-летия победы вот сам дом стоит на этих фундаментах вот это его и защищали его просто восстановили что вы говорите что вы говорите если вопросы есть ответят бесплатно там за домом населения ничего не рассказывать ну рассказывайте или вы заплату рассказываете но про дом павлова до какой степени он был разрушен а не надо ничего говорить вот посмотрите вот это павлов а это дом вот это разрушенная стена противоположная как видите он неплохо сохранился неплохо сохранился да поэтому вот самым первым восстановлен центральной части города в сорок третьем году в сорок четвертом заселён и сегодня является живым домом в торце его оформленным художественным панно с этой стороны в виде стены разрушенного дома другой противоположный торец если вы пройдёте там лицо солдатов в каске и фамилии все кто в этом доме обращен а вот как выглядело это место в сорок третьем году вот дом половина значительно целый по сравнению с другими домами а это вот здание мельница напротив так что там где вы гуляете у нас всё было снесено осталось только два здания дом полового восстановленный жилой а старая мельница не сохраняется со всеми пробоинами на стенах как живого сидеть а вот это всё сносили и строили заново конечно остальные дома построены все уже после войны а вот на горизонте высота небольшая это мамоевка органде вы наверное уже были нет ещё идём только ну понятно ну вот такие вот дела у нас а за сколько вы это рассказываете рассказывать да вот это всё остальное у вас там я рассказываю на прилегающей территории 500 рублей 40 минут поскольку люди ходят всё равно ничего не знают и никогда не узнают может мне поверь и сам я когда приезжаю в другой город тоже обычно туда саживаюсь в экскурсионный автобус и меня там везут а потом я начинаю как бы добавлять к тому что я узнал так что все надумайте 500 рублей 40 минут и всё по прилегающей территории я вам покажу и прокомментирую сегодня не успеваем посмотрим может быть завтра досмотрите на завтра не знаете какой постройки изначально в 32 году в 32 году всё знаете абсолютно а что здесь было до революции здесь ничего не было стояли частные деревянные дома и вот сделали вот такие закупные окна да в 32 году подвалы да с окнами спасибо так дом закупыш однозначно образцового содержания вот он дом Павлова здесь полностью на старых фундаментах такого с нашего нет с суглинок вот откуда он взялся здесь суглинок здесь в песке я архитектор архитектор а вообще я экскурсовод тоже по Москве по архитекторе по Москве ладно я не буду вас задерживать да всё спасибо вам спасибо не работает фонтан лучше бы весь мой работ ну уютно здесь да вот у них все дворы такие уютные ну тебе сейчас заказывают что подвалы что здесь частный сектор был но с подвалами ну да а сейчас живут он просто не задумывался об этом что вот он мы обошли все дома здесь все вон они как глубоко эти окна вон как глубоко подвалы холодильники вот это дом Павлова и так дом Павлова закопан по всему периметру все люди не ставили деревянные дома и не знали что у них под ногами вот он двор дома Павлова вот он двор дома Павлова вот эти все дома до революционные в этих дворах и до потопные ну по крайней мере подвалы их первые этажи засыпанные они до потопные потом на них настраивали просто дома в тридцать втором году Сталин восстанавливал эти допотопные дома что народ думает что это просто госстроение 1930 эту первую часть я завершаю на этом на доме Павлова потому что дальше мы пойдем естественно на Мамаев курган и тоже есть наблюдения своеобразные по Мамаеву кургану да его много снимали но есть свои наблюдения будет еще обзор по дворам до потопном Сталинграда это тоже интересно в следующем видео подписывайтесь на канал делитесь этим видео показывайте пускай другие люди видят которые не были в Сталинграде может быть поедут посмотрят может быть что-то свое найдут подписывайтесь на каналы на мои смотрите может быть вас отписали проверьте пожалуйста подписку благодарю за внимание всех вам благ с вами была Галина Конышева